Встреча с населением без населения. Пообщаться с начальником госинспекции по охране объектов культурного наследия обл. администрации Евгением Гранкиным пришли только журналисты. То ли время было выбрано неудачно, то ли место дворец детского и юношеского творчества. Тем не менее, Евгений Иванович не расстроился, а очень эмоционально рассказал представителям СМИ об объектах культурного наследия, которые вызывают у него наибольшую обеспокоенность. Объекты культурного наследия, о которых я говорил, по Московской 79-й, и по Панораме, и по Большой Московской 20-й, где мы совместно с судебным представителем должны принимать решения по сносу. Уже я вам рассказывал, что по Вознесенской все это состоялось. Сейчас продолжаем все остальные объекты. На каждом объекте найдены какие-то нарушения. То выстроены без документов, то окна и двери заменены на пластиковые, то территория неблагоустроена. Как заявил Евгений Гранкин, все должно быть строго по закону. Так он напомнил, что инспекция всегда была против строительства дома-утюга. Мало того, что документов на него никаких не оформлено, так еще и этажность превышает все допустимые нормы. По этому вопросу мнение только одно. Сносить, понимаете или нет, не надо было строить без разрешительной документации. Евгений Гранкин сообщил, чтобы купить землю в черте Владимира, покупателю сначала надо прийти в городское управление архитектуры, чтобы удостовериться, является этот участок объектом археологических исследований или нет. Неприятные прецеденты уже были. Так под Суздалем люди купили землю, а потом оказалось, что на ней ничего строить нельзя. Почему власти их не предупредили, вопрос открытый. Говоря о сотрудничестве с городминистрацией, Евгений Гранкин возмутился отменой муниципальной целевой программы по сохранению культурного наследия Владимира из-за нехватки денег. Программа была, обещание было. Через совет народных депутатов надо было предусмотреть. Был такой депутат Ковалев, и мы с ним взаимодействовали. Потом появилась программа. Появилась программа, по-моему, в 15-м году, а в 16-м году всего финансов нет. Понимаете или нет, да? Надо предусматривать. Тем более вы сами знаете, что в стране с этим сейчас только первоочередные задачи решаются. Как правило, всегда культура у нас пострадавшая сторона. Мы будем работать, будем по конкретному памятнику заставлять. Теперь инспекция готовит письмо у руководства города с просьбой объясниться, потому что такие программы есть в каждом городе. В качестве положительной работы администрации Владимира Гранкин назвал массовый демонтаж незаконной наружной рекламы. За прошлый год было демонтировано 870 вывесок и конструкций. Светлана Петухова, Виталий Сергеев, Губерния 33.